Мужчина хотят нормальный мужчина, здоровый, патентный. Сексуальность, значит сексуальность равно успех. Если мужчина не сексуальен, он способен много денег зарабатывать. Мужчина ищет себе женщину в пространстве, видит женщину, привлекает внимание его своим внутренним состоянием, своим взглядом. И бывают такие женщины, один раз мужчина с ней переспал и не хочет больше. Вот у меня сколько раз такие слушательницы встречаются, говорят, Наташа, у меня мужчина на один раз, до первого секса. Первый секс случился и больше не хочет с ней спать. Почему? Потому что женщина звучит как мужчина, наполнена как мужчина, ведет себя как мужчина. Мужчина еще может ошибиться, что у нее длинные волосы, она вроде платье сегодня одела, привлекла его внимание. А секс начинает с ней заниматься, все, у нее состояние мужское. А во время сексуальных отношений мы передаем и обмениваемся энергией. И если мы обмениваемся при общении, где-то эта энергия на 2-5 процентов. Тогда вы флиртовать начинаете уже процентов 8-10. А когда сексом занимаетесь, уже 98 процентов. 90-98 процентов вы передаете энергии своей женской. И мужчина это почувствовал. И что происходит? Мужчина, представьте, например, мужчина Мерседес, а женщина автозаправка. Приезжает Мерседес на автозаправку, а там 76 бензин, 95-го нет. Что ему делать? Не очень хорошо. Не очень хорошо. Когда я мужчина говорю, дай такой вопрос. Я говорю, если вот он заправится 76 бензином, что произойдет? Он говорит, ну метро 300 проедет. Вот это и происходит. Мужчина приходит к такой женщине. Один раз к ней переспал, 300 метров проехал. Говорит, зачем мне нужна такая позаправка? Буду искать бензин, 95-го на другой позаправке. И когда женщина теряет свою женскую энергию, как правило, в молодости мы все достаточно женственные. Мы как минимум красимся, мы как минимум кокетничаем, за собой ухаживаем, стараемся красиво одеться, понравиться мужчине. Какое-то время посвящаем себе. Молодежь еще сейчас очень много старается заниматься спортом, как-то себя поддерживает. Бывайте брюки. Вообще нет. А джинсы вообще уберите из своего гардероба. Все обтягивающие джинсы, которые у вас между ног обтягивают, они очень сильно нарушают работу женской энергии. Вот через две недели попробуйте одетьте штаны, и вы почувствуете, у вас какое-то ощущение другое, совершенно другое. Вы почувствуете, что другое состояние. Затем, почему женщине нужно обязательно длинные волосы? Ну, я же говорю, мужчина смотрит на такую женщину и говорит, не мужчина, хочу. Когда мы напрягаемся, в сосуды не поступает кровь. Токсины, яды, шлаки остаются. Кровь не поступает, значит, не поступают питательные вещества, микроэлементы, кислород. Что происходит с тканями, если нарушены процессы обмена веществ? Обмена. Это в катастрофическом случае, когда совсем. Если так вот 6 часов подержите, будет некроз конечности через 6 часов. А если они просто недополучают, там что совсем, мы ниточками не перетянули сосуды, они хоть немножко получают, но недополучают. Появляются диагнозы, появляются заболевания. То есть обижаться – вредно, нервничать – вредно, врать – вредно, не за здоровье. Не заниматься сексом, не получать оргазм – вредно, вне здоровья. Да, обижаться – очень вредно. А если у нас есть неудовлетворенность в семейной жизни, да, муж зарплату не зарабатывает, не обеспечивает, там, ответственность не берет, встанет детей, не занимается, то, естественно, эта неудовлетворенность приводит к тому, что идет внутреннее напряжение. Внутреннее напряжение приводит к диагнозу. В зависимости от какой ситуации вы напрягаетесь, ну, такой диагноз и появляется. Потому что терпеть нужно в сложной ситуации, когда мужчина и сам уже в катастрофе, ему тяжело принять какое-то быстрое решение. Вот, я же не видела, да, я не просто перечислила, терпеть, когда он пьяный, когда у него любовница появилась, когда он обанкротился, когда он разбил машину, ему и так плохо. Мужчины и говорят, Наташа, я знаю, что это плохо, но я не могу без этого. Я не хочу изменять жене, но она меня не удовлетворяет как сексуальный партнер. Я прихожу домой, я напрягаюсь, потому что она постоянно меня пилит. Мужчина, приходя домой, ищет отдыха, а мы к нему с проблемами. Ну а кому же наша проблема? Так он же взял на себя ответ. А, конечно, нужно знать правила. Как делать так, чтобы он нашу проблему взял в творение, и начал решать. Когда мужчина приходит домой, 20 минут его не трогайте. Встречайте счастливым лицом, с счастливой улыбкой. Говорит, дорогой, ты пришел домой, какой еще? Мужчина рожден для того, чтобы убивать, добывать, завоевывать. Мужчина, у него цели завоевать государство. Мужчина цели создать корпорацию. Мужчина цели убить мамонта, принести мамонта домой, чтобы все были сыты. Согласны? И ты вырец. Это так брус. Если женщина здесь, и, наверное, это мужчина, где? Мужчина в области сексуальной части. Вот здесь у мужчины энергия. Да, у него здесь есть второй фалос, второй орган мужской, можно сказать. Он энергетический, он вот прямо под областью пупка, буквально там 3-4 сантиметра, и он точно так же выглядит, как у мужчины его орган мужской в состоянии в рабочем. Точно так же выглядит энергетически. Если бы вы видели энергию в цветах, вы бы это увидели у мужчины. Ему это нужно для того, чтобы пробивать дорогу. И недаром мужики с тронгозой дорисуют в виде стрелы, чтобы пробить себе дверку, пробить себе дорогу. И эта грубая сексуальная энергия, физическая энергия здесь у мужчин находится. Кто больше денег зарабатывает? Человек, у которого энергия в голове, или физическая грубая энергия? В голове. В голове. Руководители, политики, бизнесмены, те люди, которые соображают быстро, те зарабатывают больше денег. Мы от мужчины что хотим? Чтобы мужчина больше денег зарабатывал. У него энергия здесь. Ему сюда ее поднять надо. А у женщины энергия здесь. У кого путь короче? Который говорит. Путь короче. Поэтому женщины быстрее соображают. Женщины быстрее строят малый бизнес. Мужчине, чтобы этот бизнес построить, нужно больше времени, больше сил, больше денег потратить. У женщины еще интуиция, она еще интуитивно чувствует, куда деньги вложить. И женщина быстренько, так раз, 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 деньги заработала. А мужчина начинает свой бизнес, у нее трудно все ведет. И женщина в этот момент говорит, да, у тебя рук не стал вместо растут. А вот если в этот момент его поддержать и сказать, у тебя все получится, ты гениальный мужчина, я верю в тебя, ты справишься с этим. То пройдет некоторое время, ему просто времени больше надо, 3-4 раза, чем женщине. Он ставит клетку на ноги, он создает в 3 раза более большой бизнес, чем женщина. Если взять, то два человека потенциально одинаковые. Да, там одинаковое образование, социальные прослойки, возраст, здоровье и так далее, и так далее. Мужчина будет дольше строить, но он создает более надежный, более большой, крупный бизнес, чем женщина. А у женщины нет вот этого органа, хари он называется. Янг Хари. И для того, чтобы создавать большой бизнес, нужно стенки пробивать в волк, да, затем Хари нужно пробивать стенки, а у нее нет этого. Поэтому она, очень мало женщин, которые создали очень крупный бизнес, либо это наследство папа сделал, либо муж денег дал, либо он просто под его руководством. Очень редко, очень мало женщин, которые самостоятельно, абсолютно независимо создали огромный бизнес корпорации в Наконис. Так классно, Санна? Мужу не надо спрашивать, что тебе приготовить. Если он что-то хочет эксклюзивное, он скажет, любимая, я хочу пельмени, приготовь мне, пожалуйста, завтрак пельмени. Он предоставляет, что любимая сидит дома, да, его ждет. Почему? Не обязательно. Да ладно. Купим муки, мамашка, по карьере. Позоверили это. Мимая. Девочки, если ваша карьера мешает вашей премьерной жизни, нужно сократить время пребывания в карьере. Невозможно. А невозможно, если бы вы не хотели. Самое страшное, это то, что вы не верите в своего мужчину. Если вы не уважаете своего мужчину, он становится неуважаемым человеком. Если женщина уважает своего мужчину, он становится уважаемым человеком. Даже если он сильненькая личность. Вы начинаете все уважать. Мужчины, мужчины, они будут говорить, вы правы, так и есть, на самом деле вы правы. Когда мужчина присутствует среди женщин, я очень часто к ним обращаюсь и говорю, мужчина, вы хотели бы, чтобы женщина себя так вела? Он говорит, да, конечно, естественно. Обязанность женская – это эмоционально наполнять и вдохновлять мужчину, мужчину и всю семью. Вот обязанность зарабатывать деньги, делать карьеру – это не женская обязанность, это мужская обязанность. А женщина обязана эмоционально наполнять и вдохновлять мужа, детей, всю семью. А еще вы обязаны, ваша обязанность, держать себя ухоженной, быть красивой, ухоженной, подтянутой, здоровой. Это ваша обязанность. Если муж говорит, что жира развесило больше, чем надо, задницу отрастило, он единственное, что может сделать, это вам денег дать на спортзал, а вы обязаны ходить в спортзал, тренироваться, убирать свой жир. Это ваше обязанность. Далее. Мужчина должен отвечать за все, что опасно, а вы обязаны вдохновить на это. Мужчина должен материально наполнять семью, а вы его обязаны только вдохновить на это. Представляете, сколько у него труда, сколько отмого сложностей, сколько у него ответственности. Делает карьеру, сохраняет здоровье, продвигается, поднимает статус свой, зарабатывает деньги. И если женщина его не наполняет этой энергией, он вынужден эту энергию пить в другом источнике. И источников очень много различных. Но самый распространенный вариант, самый выигрышный для мужчины – это другая женщина, то есть любовница. Бывает, что мужчина уходит с головой в работу. Слово «работа» тоже женского рода. И он там, пусть она такая подмененная, но все равно женская энергия. Мужчина может уйти с головой в машину, тоже машина женского рода, то же самое. Может уйти в пьянку, в водку, в компанию. Все это женского рода. Женщина с мужчиной собирается на вечеринку, мужчина быстрее обычно собирается. Но некоторые говорят, что женщина быстрее. Ну не важно. И когда она выходит уже вся готовая, у него, знаете, какое желание появляется? Сама проводила опрос у мужчины. Какой желание? Какой желание? Сколько? Никакой. И на какой вечеринку, а в логику. Почему? Потому что она наряжается, для него никогда не наряжается. Она наряжается на работу, на вечеринку. А ему нужно видеть красоту. Мужчина, когда видит в женщине, что она ухоженная, что она красивая, что она накрашенная, он видит другое состояние. У него ощущение, что она его соблазняет. Она другая. Когда платье одеваете, у вас другое состояние. Еще есть платье с разрезом, у вас совсем другое состояние. Вы можете в платье сесть так, чтобы ноги растаять. Нет? Согласны? На другое внутреннее состояние. Мужчине нужно все время соблазнять. Если вы его не соблазняете, через 5-7-10 максимум лет, вы становитесь ему как сексуальный партнер, неинтересно. Он все вас знает. А нужно оставаться загадкой. А у нас вот девочки молодые открыли пупки и поясницы. Какая там загадка? Шорты, да? Все видно. Загадки никакой. Или первая встреча, завтра идти. Сегодня познакомились, завтра в койку. Какая загадка? Никакой. Отличные ситуации разбирать, как жизнь на себя ведете. Какие фразы говорить, какие не говорить. В парах будете очень много работать. Будем работать обязательно с прощением, с обидами. С эмоциональными состояниями. Где брать энергию будем обязательно разбирать. Я уже подсказку такую дала. В комфорте женщине важно брать энергию. Потом мышцами тазово дна обязательно нужно заниматься. Дальше еще могу сказать такое. Если у вас нет благодарности к родителям, вы теряете очень много энергии. То есть вот с этим обязательно будем работать, как энергию набирать. И еще один такой момент. Женщина наполняется энергией через природу. Как правильно работать с природой, мы тоже на этом семинаре немножечко будем брать. Потом следующий у нас семинар. Это первый базовый семинар. Мы его называем основной семинар по общению. Потому что если женщина не умеет общаться, то дальше заниматься сексуальными практиками, заниматься стрип-пластикой. Ну это бесполезно, понимаете. То есть первое, почему мы учим, это правильно общаться. Затем у нас есть семинар, который называется искусство прикосновений, где мы правильно учим прикасаться к предметам, к себе. Как на энергетическом уровне с прикосновениями работать. Куда к мужчине прикасаться, чтобы, например, у него появилось желание наниматься дома. И как прикасаться. Куда и как прикасаться, и что делать. Какие-то массажные движения делать, чтобы мужчина проявляет щедрость. У мужчины есть зону щедрости на теле. Так как рассказывает. Рассказывает. Мы расскажем и научим тому, как выстраивать отношения, чтобы ваши отношения вас все время радовали. И чтобы ваши встречи всегда были как первые. И чтобы ощущение счастья не покидало вашей семье никогда. Субтитры сделал DimaTorzok